И всем привет, ребят, с вами Строманка, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас четверг, день, когда у нас появляются анонсы, но сегодня по определенным причинам у нас нету ни нового никакого ивента, ни нового списка обновлений. Связано это все с тем, что у нас ивент, посвященный к 8 марта, который называется весеннее обострение, продлевается на 2 недели, соответственно, на этой неделе у нас не появилось никаких дополнительных новостей и новых изменений в балансе, но зато вышел очень интересный выпуск анонса видеоблога, который мы сегодня вместе с вами быстренько посмотрим. Спасибо вам в очередной раз Фреддичке за то, что он быстренько на ютубчик шорцы эти выкладывает, потому что мне в этом плане максимально удобно сразу же записывать по такому шорцу видос. Ну а вам, если нравится подобного рода контент, за оперативность, за скорость, по лайкозаврику обязательно прожимаем, но если не подписан на канал, то тоже обязательно не забываем подписываться. Что же будет у нас завтра в видеоблоге? Все максимально интересно. Новые устройства, компенсация за дроны и второй РМР-турнир. Именно про это все дело пойдет у нас речь уже завтра в видеоблоге. И когда я увидел новость о том, что у нас будут новые устройства, я, конечно же, этому делу обрадовался. Ну и то, что компенсация с дронами у нас, как говорится, разъяснится, ну тоже, в принципе, неплохая инфа. Что касаемо новых устройств, то Орех уже на протяжении, наверное, последних двух недель катал в нашей игре на большом количестве разных пушек и с разными, как раз таки, устройствами. Устройства никто пока что не видел, не знает. Я, честно, сам не попадался с ним. Если попадался бы, я бы сразу бы рассекретил всю эту движуху, как в свое время грома с адаптивной перезарядочкой. Да, поэтому будет интересно посмотреть, какие устройства вообще нам предложат, в каком виде их предложат, что самое главное. Потому что я лично склоняюсь к тому, чтобы новые устройства появлялись, как минимум, хоть какие-то, в челлендже. Появлялись устройства в вызове, принят новые, да, чтобы была интересная темка за ними бороться, да, не только просто в ультраконтейнерах дефолтных. Поэтому ждем, надеемся на интерес именно в плане баланса этих устройств, да, чтобы они были именно необычные и скиллозависимые. Ну и хотелось бы, хотелось бы, чтобы как-то все это дело расширялось у нас, да, не только в количестве устройств, но и в количестве допустимости и получения их. Да, то есть, чтобы доступность этих устройств была намного выше, чем просто в ультраконтейнерах с красного свечения. Да, мне бы лично хотелось, чтобы и в челлендж уже наконец-то что-то начали добавлять, и, как я уже сказал, вызов принят. В целом, что касаемо компенсации за дроны, я, наверное, предположу, что это будет как раз-таки компенсация в полном размере в виде кристаллов. Ну, завтра, если что, мы вечером, ну, после видеоблога узнаем, да, и, может быть, я запишу еще один видос, связанный с этой темой. Да, ну, а так, в целом, в принципе, даже без обновлений, да, без нового ивента, у нас вышла новость, о которой я лично сразу же, сразу же, не раздумывая, решил записать видос и обсудить все это дело с вами. Возможно, вы знаете новые устройства, возможно, вы уже видели, возможно, вы видели ореха на этих новых устройствах. Если это так, то напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать, что там за устройство. Если есть какая-то информация, обязательно отписывайте. Ну, и предположите, что вы думаете по поводу компенсации на дроны, да, согласны ли вы с моей точки зрения, то, что у нас компенсация будет в виде кристаллов, либо же у вас, может быть, есть какая-то своя точка зрения, там, например, батарейки вместо кристаллов выдадут, да, на стоимость этих дронов. Хотя у многих нету, нету, нету кристаллов, да, они потратили кри, чтобы поиграть на дроне, а бам, и этот дрон у нас удаляют из игры. Поэтому я очень сильно надеюсь на то, что у нас всё это дело будет возвращать именно в кристаллах, и, например, на моём бездонат аккаунте там чуть-почуть что-то в карманчик упадёт. Ну, на основочке тоже как бы там капнет, не кисло. Ну, основа как бы есть основа, в принципе, мне особо сильно на основе кристаллы-то и не нужны. У меня и так тут контейнеров выше крыши, да, я их не открываю, поэтому кристаллы на основе особо сильно не нужны. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, вот такой вот маленький коротенький видеоролик у нас получился. Также не забывайте про то, что у нас проходит розыгрыш на 30 тысяч танкоинов, на 2 миллиона кристаллов по моему личному тегу. Вот здесь вот в аккаунтике устанавливаете мой личный тег, тег ТМП, бам. Ну, а дальше всё максимально просто, оформляете покупочку в магазине, заполняете форму с описанием и участвуете в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!